Итак, друзья, мы с вами продолжаем изучение PHP. Мы с вами на прошлом уроке познакомились с массивами. И этот урок мы посвятим изучению полезных функций для работы с массивами. Этих функций очень много, их десятки. Поэтому мы с вами остановимся на наиболее важных из них, на наиболее полезных. Ну и несколько я оставлю вам для домашнего изучения, несколько функций. И в процессе дальнейшего изучения PHP мы с вами не раз будем к ним обращаться и использовать в своей работе. Поэтому, скажем так, будем закреплять на практике изучение данных функций. Но прежде чем мы приступим к изучению, я хотел бы остановиться на домашнем задании, которое у вас было. Вы должны были в цикле вывести название товара, цену, можете еще описание вывести. То есть в цикле пройтись по данному массиву и добиться того, что мы выводили с вами вручную. То есть мы вручную обращались к каждому элементу и выводили его название, title элемент и его цену, price. Здесь нулевой элемент массива. Как вы помните, нумерация начинается с нуля. Поэтому обратились к вот этому массиву. Вот это нулевой элемент. И это первый элемент. К вот этому вот, соответственно, обратились. То есть у нулевого вывели title и цену. И у первого title и цену. И все это мы делаем вручную. В принципе, все работает. Но согласитесь, если товара у вас, допустим, сотня, то фактически мы должны сто раз продублировать вот эту вот строку. Это не очень удобно и не очень хорошо, неправильно. Именно для этого и существуют циклы. То есть цикл существует в первую очередь для работы с массивами. Фактически, что у нас здесь мы видим? Мы видим, что выводим мы одно и то же. Меняется только вот этот вот индекс. Здесь это 0, здесь 1, дальше пойдет 2, 3 и так далее. Как вы помните, в цикле есть счетчик. Счетчик, который считает итерации цикла. То есть вот эти вот самые витки, пружины, о которых мы с вами говорили, с которыми мы сравнивали цикл. Ну и, собственно, мы этим можем воспользоваться. То есть вместо вот этих вот ноликов, единичек, двоек, троек и так далее, мы можем подставлять счетчик. Значение текущие счетчик. Как вы помните, мы с каждой итерации цикла увеличиваем его на единицу. Вот, собственно, и вся премудрость. Итак, сейчас у нас выводится все вручную. Поэтому давайте мы все это дело закомментируем. Комментируем. И запустим цикл. Так, сейчас у нас, соответственно, ничего не выводится, как и положено. Запускаем цикл. While. Установим счетчик. Счетчик мы устанавливаем с нуля. Почему? Потому что у нас нумерация элементов массива еще раз начинается именно с нуля. И для того, чтобы захватить первый элемент массива, мы должны обратиться именно к нулевому элементу. Значит, пока переменная i меньше, сколько у нас элементов массива. У нас их всего два. При этом последний имеет ключ единица. Давайте оставим здесь два. Либо можем меньше, либо равно единица поставить условие. Пока переменная i меньше двух, внутри не забываем увеличивать значение счетчика. Ну и, собственно, мы выводим то, что нам нужно. То есть, вывели товар. Вместо нуля подставляем текущее значение счетчика. Здесь это будет ноль на первой итерации. Дальше мы переменную i увеличим на единицу. На второй итерации подставится один сюда. Если бы у нас было больше элементов, мы бы оставили другое условие. И, соответственно, вывели бы второй, третий, четвертый и так далее. Мы можем еще и перенос строки добавить сюда. Вот так вот. Собственно, все. Вот вам решение задачи. Если мы посмотрим на экран, то увидим тот же самый результат. Ну и, собственно, можем даже добавить еще один элемент, к примеру, массив. Пусть это будет, скажем, Sony. Цена пусть будет там 300, например. Ну и какое-то описание. Меняем просто условие. Меньше трех. И получаем на экран вывод всех трех товаров. При этом нам достаточно изменить только условия. Тело цикла нам менять не нужно. Мы пройдемся по всему массиву и выведем все те товары, которые там содержатся. Конечно, вы можете сказать, что постоянно менять условия – это не очень хорошо, и вы будете правы. Ведь, действительно, если количество товаров изменяется, вы видите, что мы должны вручную поменять условия. А что это за программа, где нужно что-то вручную постоянно подправлять? Это, на самом деле, полупрограмма. И для того, чтобы динамически посчитать, сколько элементов содержится в массиве, существуют специальные функции. Те самые полезные функции для работы с массивами, с которыми мы с вами сегодня познакомимся. Вот они, раздел «Функции для работы с массивами». Перейдем сюда, и здесь увидим десятки функций. На самом деле, PHP предлагает сотни функций для различных операций. Вот здесь мы видим функции для работы с массивами. Есть функции для работы со строками, с датой и временем, с базой данных, функции для математических операций и так далее. Их очень много. Все их, конечно, знать вряд ли возможно, да и не нужно, в общем-то. Но основные мы должны знать. Те, которые наиболее часто используются, те, которые наиболее полезны, мы их должны знать. Ну и, собственно, в этом уроке мы с вами познакомимся с некоторыми из них. Как я сказал, некоторые я подскажу еще для самостоятельного изучения. Ну а, в принципе, вы можете просто с каждой открыть, познакомиться, прочесть, что она делает. Почему? Потому что бывают такие ситуации, что перед нами встает какая-то задача. Я сам с такими сталкивался, где пользователь что-то там пытается решить. И при этом какая-то задача у него, допустим, и он пытается решить собственным кодом. То есть пишет там десяток строк кода для того, чтобы что-то там сделать с массивом. При этом даже не догадывается, что есть уже готовая функция, которую нам предоставляет PHP. И эту же задачу можно было с помощью этой функции решить всего-навсего одной строкой кода. Поэтому вам просто желательно ознакомиться с каждой функцией, чтобы знать, что эта функция может делать. И когда перед вами станет какая-то задача, у вас в голове, допустим, всплывет, что вот есть же какая-то функция, которая может помочь мне решить эту задачу. В общем, думаю, идея понятна. Ну и прежде чем приступим к изучению функции, еще один момент, который я упустил в прошлом уроке. Я вот себе пометил, что нужно его осветить. Значит, вот, к примеру, у нас есть массив из трех жильцов. Иванов, Петров, Сидоров. Тот же самый многоквартирный дом. И, к примеру, в этот дом подселили еще одного жильца. Хотят подселить, да? Как его вывести? Для начала давайте распечатаем массив. Вот они, наши Иванов, Петров, Сидоров. А как подселить нового жильца, то есть как добавить элемент в этот массив? Очень просто. Для этого в PHP предусмотрен следующий вариант. Мы просто обращаемся к текущему массиву и ставим вот такие вот скобки. Пустые. То есть, когда мы пытаемся достать какой-то элемент, мы все доставим ключ. 0, 1, 2 и так далее. В данном случае мы ставим пустые скобки. И это значит, что мы хотим что-то добавить в конец этого массива. Например, это будет Пупкин. Все. Мы Пупкина подселили в дом, то есть добавили в данный массив. Если мы сейчас сохраним и обновим, то увидим, вот он у нас появился. Ну, а если мы хотим его добавить в конкретную квартиру, в данном случае, допустим, не третью, а, скажем, в пятнадцатую, то мы здесь просто поставим 15. И вот у нас Пупкин живет в пятнадцатой квартире. Вот так вот можно добавлять элементы в массив. То есть, либо укажите пустые квадратные скобки, и тем самым элемент будет добавлен в конец массива, либо же поставьте нужный вам ключ. При этом, если вы поставите ключ, который уже есть в массиве, ну, например, вот первый, да, то он будет перезаписан. То есть, вместо Петрова в первой квартире станет жить Пупкин. Вот он. Вот так. Так, ну что ж, с домашним заданием, я думаю, мы с вами закончили, разобрались, и вы просто сверили ваше решение с моим, да, с вот этим вот. И все у вас получилось, думаю. Так, ну и переходим непосредственно к теме урока сегодняшнего. Это изучение полезных функций для работы с массивами. Итак, друзья, мы с вами приступаем к изучению полезных функций для работы с массивами в PHP. Как я сказал, функции этих десятки, все их помнить не нужно, но желательно знать, что есть какая-то функция, которая может помочь решить ту или иную задачу, да. То есть, мы сейчас с вами ознакомимся со списком наиболее полезных функций. Также я дам несколько функций для домашней работы вам, да, то есть, чтобы вы с ними познакомились. Но в идеале, конечно, вам нужно просто прочесть описание каждой функции и узнать, что делает та или иная функция. Для того, чтобы, если вы столкнетесь с какой-то задачей, вы не писали свой велосипед, а знали, что эту задачу вам поможет решить в одну строчку какая-то функция в PHP. Значит, вот список тех функций, с которыми вам желательно познакомиться. Кстати, я только что увидел еще одну функцию, которую я почему-то не включил. Вот она. Вот это вам будет тоже на домашнее задание. Так, с этими функциями мы постараемся познакомиться в уроке, с теми, которые успеем, да. Ну, а вот с этими точно вы уже попробуете познакомиться сами. Ну, желательно, конечно же, прочесть описание всех функций. Не нужно всех запоминать, просто нужно знать, что есть какая-то функция, которая может помочь решить ту или иную задачу. Итак, первая функция, с которой мы познакомимся, очень полезная. Это функция count. Используется очень часто. И данная функция подсчитывает количество элементов массива. При этом, значит, с функцией мы с вами пока что еще не знакомы. Мы в дальнейших уроках будем учиться писать собственные функции. Пока что все, что вам нужно знать о функциях, это то, что функции могут проделывать некие действия с массивом. Ну, на самом деле, в PHP есть функции для работы со строками, с базой данных и так далее. В данном случае, функции для массивов, они делают что-то с массивами. При этом, функции очень удобны в использовании, поскольку мы можем функцию использовать для различных массивов, для одного и того же массива и так далее. То есть, это некий набор действий, уже описанных за нас, которые мы можем использовать, вызывая просто-напросто функцию. Вызывая ее вот таким вот образом. Название функции, дальше идут скобки, и в скобках могут быть перечислены какие-то параметры. Значит, функция может иметь параметры, может не иметь. Опять-таки, мы это в дальнейшем с вами будем учить подробнее. В данном случае, вот мы видим в описании, каждая функция описана следующим образом. Есть описание, в котором указывается, что возвращает функция. В данном случае, вот int, это integer. Функция возвращает некое число, целочисленный тип возвращает. Функция имеет один обязательный параметр. Это не что иное, как массив. Ну, mixed это может быть что угодно. В данном случае. Почему? Потому что функция может принимать как массив, так и объект. Но нас сейчас интересует именно массив. Значит, первый параметр является обязательным. Это название массива, который мы хотим посчитать. Посчитать в нем количество элементов. А второй параметр опционален. То есть, мы можем его использовать, а можем не использовать. Второй параметр используется тогда, когда нам нужно посчитать количество элементов в многомерном массиве. И вот, для примера, у нас есть два массива. Массив R одномерный и массив GOOTS многомерный. То есть, в этом массиве есть еще подмассивы. Вот их два штуки. И давайте используем функцию COUNT. Значит, к примеру, мы хотим вывести то, что нам посчитает функция COUNT для массива R. Смотрим на экран. Видим тройку. Действительно, в этой функции, в этом массиве, точнее, три элемента. При этом, если мы посчитаем количество элементов в массиве GOOTS, то увидим два. Два элемента в массиве GOOTS. А что, если мы хотим посчитать не первые элементы, которые встречаются, то есть, не корневые элементы массива GOOTS, а заглянуть вглубь и посчитать все-все-все элементы. Как мы видим, их здесь ровно восемь штук. То есть, у нас есть два. И в каждом из них еще по три элемента. Всего шесть. Два плюс шесть. Это будет восемь. Вот здесь, для того, чтобы посчитать количество элементов в многомерном массиве, используется второй параметр. Второй параметр может быть либо константой. Это может быть... Дальше, кстати, идет после описания, идет список параметров. И описывается каждый параметр. Значит, второй параметр необязательный. Все, что идет в квадратных скобках, является необязательным, опциональным. Это режим. И мы можем использовать либо константу COUNT RECURSIVE, то есть, рекурсивно посчитать количество элементов, что такое рекурсия мы с вами в дальнейшем будем учить. Либо же вместо вот такой длинной константы использовать числовое ее значение, единицу поставить. Дальше идет в описании функции возвращаемое значение. То есть, что она возвращает. Как мы видим, она возвращает у нас интенджер. Ну и примеры использования. Так, ну если мы поставим здесь единичку, в результате получим 8. То есть, рекурсивно посчитан весь массив, включая подмассивы. Если бы здесь были еще подмассивы, то они бы тоже были посчитаны. При этом, если мы используем R для одномерного массива, то результат не изменится. Это тройка. Так, это функция COUNT. Значит, следующая функция, которую мы рассмотрим, это функция ARRAY DIF. Функция ARRAY DIF сравнивает два или более массивов друг с другом. Точнее, с первым массивом. Так, давайте ее найдем. Вот она. Вычисляет расхождение массивов. У нее есть два обязательных параметра и есть опциональные параметры, которые мы можем использовать или не использовать. Например, если у нас есть два массива и мы хотим найти в первом элементе, в первом, точнее, массиве, те значения, которых нет во втором массиве. ARRAY DIF – это то, что нам нужно. Если у нас есть три массива и мы хотим найти в первом массиве те значения, которых нет во втором, в третьем, тогда мы передаем сюда второй и третий. Если у нас четыре массива, второй, третий, четвертый. Все их перечитаем через запятую. То есть, функция ищет те значения в искомом массиве, которых нет в других массивах. Ну и пример. Давайте прямо отсюда брать, чтобы не набирать его вручную. Так будет быстрее. Так, вот у нас result получился массив. Распечатаем. И посмотрим. И вот мы видим, единственный элемент попал в новый массив, это blue. То есть, у нас есть два массива. Смотрим. В первом массиве есть значение green, оно есть во втором элементе. Значит, его не берем. Дальше есть red, оно есть во втором элементе. Значит, его тоже не берем. Есть blue, его нет во втором массиве, поэтому его возьмем. Ну и red тоже есть. Если мы добавим еще один элемент, скажем, двоечка пусть будет, то она тоже попадет в этот массив. То есть, функция arrayDiff берет из первого массива только те элементы, которых нет во втором, третьем, четвертом, там, энном массиве, которые мы передаем функции arrayDiff в качестве параметров. А следующая функция, которую мы рассмотрим, она является аналогом функции arrayDiff, но со знаком, с противоположным знаком. Если arrayDiff берет только те элементы, которых нет, то функция arrayIntersect, наоборот, берет только те элементы, которые есть. Давайте посмотрим. ArrayIntersect. Функция arrayDiff вычисляет расхождение массивов. Функция arrayIntersect вычисляет схождение массивов. Ну, если мы используем, к примеру, здесь arrayIntersect, то вместо blue мы получим green, red и red. То есть, были взяты только те элементы, только те элементы, которые присутствуют во втором массиве. Ну, или там, третий, четвертый, если они у нас есть. Это arrayIntersect. Далее, следующая функция arrayKeyExists. Данная функция проверяет наличие ключей в массиве. Давайте посмотрим. Так, arrayKeyExists. Значит, проверяет, присутствует ли в массиве указанный ключ или индекс. Ну, собственно, для тех, кто знаком с английским, это понятно. ArrayMassiveKeyClutchExists существование. То есть, функция проверяет, существует ли определенный ключ в массиве. Давайте возьмем пример прямо отсюда. Используем его. Пока закомментируем. Значит, у нас есть массив, у него есть ключи first и second. И мы проверяем, присутствует ли ключ first в этом массиве. Он присутствует, поэтому наша функция должна вернуть какую-то вот эту вот строку. Но мы видим, здесь используются кириллицы, и у нас почему-то возникли кракозябры. То есть, строка нечитабельна. Почему это возникло, мы с вами рассмотрим в одном из предыдущих уроков. Я, в принципе, вам, по-моему, говорил, что этот момент с кириллицей мы в отдельном уроке рассмотрим. С кодировками, точнее. Пока что на нем останавливаться не будем. Я напишу здесь просто ok или иначе no. Вот у нас ok выводится. То есть, функция arrayKeyExists, она возвращает либо true, либо false. Если true, значит, срабатывает этот код. Если false, это этот код. Если мы, к примеру, first2 здесь поставим, такого ключа нет, и вот у нас выводится no. Так, отлично. Следующая функция, которую мы рассматриваем, это arrayKeyes. Итак, данная функция выбирает из массива ключи. Значит, функция используется с несколькими параметрами. Первый является обязательным, остальные – опциональными. Если нам нужно выбрать только определенные ключи, которые имеют какое-то значение, тогда мы используем следующие два параметра. Чаще всего нам нужно просто вернуть ключи, поэтому мы используем только один параметр. Давайте попробуем. К примеру, у нас есть массив R. В переменную result. arrayKeyes. Возьмем все ключи из массива R. результат. Вот он, 0, 1 и 2. То есть создается новый массив, куда попадают вот эти вот ключи. Если мы возьмем, к примеру, вот массив goods, и у него есть первый элемент с ключом 0, соответственно, да, чтобы понять, как работает на самом деле, да, то мы должны увидеть в массиве title, price и description. Это действительно так, title, price и description. То есть мы выбираем из данного массива goods, 0, goods, 0, все его ключи. Title, price и description. Так работает arrayKeyes. Следующая функция похожа, arrayValues. Если arrayKeyes берет ключи, то arrayValues возьмет значение. То есть если мы сюда подставим values вместо keys, то из массива goods, 0, из этого массива будут взяты только значения. В данном случае nokia100 и description. Действительно так. Отлично. Идем дальше. Следующая функция arrayMatch. Данная функция объединяет массивы или сливает массивы в 1. При этом слить массивы мы можем несколькими способами. Давайте, кстати, посмотрим эту функцию. В ней есть нюансы определенные. Значит, возьмем пример. И смотрим на экран. Вот у нас появился итоговый массив 1, в который были слиты вот эти вот два массива. При этом обратите внимание, у нас есть ключ color в первом массиве и во втором. В итоговом массиве мы видим только один ключ. Это логично, поскольку в массиве может быть только один ключ. То есть повторения ключей быть не может. Но значение у него green. То есть значение второго массива перезаписало значение первого. Сначала в массив result попало color red. А затем мы увидели, что во втором массиве есть тоже color, но со значением green. И мы просто этот ключ перезаписали у этого ключа его значение. А что касается... Это касается только строковых ключей. Что касается числовых ключей, они у нас здесь есть. Здесь color red. Дальше что у нас? Нумерация массива начинается с нуля, поэтому у двойки будет ключ 0, у четверки единица. В этом легко убедиться, если мы распечатаем на экран array 1. У двойки 0, у четверки первый ключ. Так вот, у А во втором массиве тоже ключ 0, у Б ключ 1. Но числовые ключи не перезаписываются. Они добавляются в конец массива. Вот наша двойка, вот четверка. А вот А у нее стал ключ 2, Б стал ключ 3. То есть array match перезаписывает только строковые ключи. Числовые добавляются в конец массива. Об этом написано где-то здесь в документации. Где-то здесь должно быть. Вот. Если входные массивы имеют одинаковые строковые ключи, тогда каждое последующее значение будет заменять предыдущие. Числовые ключи не заменяются. Будут добавляться в конец массива. Также два массива мы можем слить, объединить с помощью оператора плюс. С помощью оператора плюс он работает немного иначе, чем функция array match. Смотрим на результат. Если мы используем оператор плюс. Мы видим, что ключи не перезаписаны. То есть у нас color red был, color green его не перезаписало. Двойка, четверка была, А, Б не добавились в конец и не перезаписали. То есть фактически мы берем из первого значения, из первого массива все значения, а из второго массива и последующих мы просто берем неповторяющиеся значения. То есть только те, которых нет, ключей которых нет в исковом массиве. Так, думаю, понятна разница. И идем дальше. Следующая функция, которую мы рассмотрим, это функция array rent. Данная функция позволяет выбрать из массива только, точнее не только, а какие-то случайные элементы. Вот она. Выбирает одно, либо несколько случайных значений из массива. Значит функция имеет два параметра. Один обязательный, второй опциональный. Первый параметр это массив, из которого мы хотим взять случайные значения. И второй это сколько этих значений нам нужно взять. По умолчанию одно только. Если нам нужно больше, тогда мы ставим здесь нужное нам число. Значит функция array rent возвращает не значения, а ключи массива. Давайте посмотрим. Значит если нам переменную result, нужно взять какое-то случайное значение. Мы используем функцию array rent, допустим для массива r. Без второго параметра. И будет взять один случайный ключ. Двойка. После обновления страницы мы видим, значения меняются. 0, 1, 1, 2, 0 и так далее. Но это всегда один ключ, случайный. Если нам нужно два ключа, мы ставим двойку. И вот у нас получился массив. 1, 2. Первый, второй ключ. 0, 2. 1, 2. Так работает функция array rent. Следующая функция array reverse. Данная функция переворачивает массив. В обратном порядке возвращает. Возвращает массив с элементами в обратном порядке. Основной параметр это сам массив, с которым мы работаем. И есть еще второй параметр. Это булевое значение. Либо true, либо false. По умолчанию это как видите false. Если мы поставим true, то будут сохраняться ключи. Если false оставим, то есть не будем передавать второй параметр, то ключи будут перезаписаны. Изменены. Ну и давайте посмотрим. Array reverse. Так. Reverse. Так вот. Смотрим. Сидоров, Петров, Иванов. Как вы помните, у нас было изначально Иванов, Петров, Сидоров. Иванов, соответственно, имел ключ 0. Сидоров имел ключ 2. Ну, Петров единичку. Сейчас массив перевернулся. И при этом ключи были изменены. То есть массив был переиндексирован. У Сидорова был 2, стал 0. У Иванова было 0, стало 2. Если мы хотим ключи сохранить, а просто перевернуть массив, без изменения ключей, тогда мы передаем второму параметр. True. И у нас Сидорова как был со вторым ключом, как жил в второй квартире, так и остался там жить. Иванов как был с нулевым, так и остался. Так работает функция Array reverse. Следующая функция, это функция Compact. И еще одна функция Extract. Похожая функция, но опять-таки с различным знаком. Значит, функция Compact запихивает какие-то переменные в массив. Давайте найдем ее. Значит, эта функция создает массив, содержащий название переменных и их значения. И давайте посмотрим на пример. Вот у нас есть переменные. Город, штат и действия. И мы хотим их поместить в некий массив. Как мы это сделали бы в обычном случае? Значит, сделали бы мы это следующим образом. Создали бы элемент City и туда поместили значение переменной City. Далее State и Event. State и Event. И в результате мы получили бы массив Result. Вот такой вот. Но то же самое мы можем сделать с помощью функции Compact. Result, Compact. И здесь мы просто передаем только название переменных в виде строк. City, State и Event. City, State и Event. Согласитесь, запись получилась короче. А результат тот же. Он не изменился. Так работает функция Compact. То есть мы берем название переменных и создаем из них элементы массива. И значение этих переменных помещаем в элементы массива. Это функция Compact. Обратная ей функция Extract. Данная функция, наоборот, извлекает из массивов элементы и создает для них соответствующие переменные. Давайте объявим заново массив. Compact уберем. Так. Вот у нас есть массив. Сейчас, если мы попытаемся вывести на экран, скажем, переменную City. Echo City. То у нас будет ошибка. Такой переменной нет. Как мы видим. Собственно, здесь у нас немножко не совсем удачно. Так. Давайте какой-нибудь город поместим. Сан-Франциско я сокращенно помещу. Там Калифорния у нас была. И какой-нибудь Event. Пусть будет просто Do. Вот. Значит, вот у нас есть массив. Если мы попытаемся сейчас вывести просто переменную City, то у нас ее, City точнее, у нас ее нет. Об этом нам сообщает PHP. Но если мы используем функцию Extract, Extract, переменная Result, то данная функция извлечет из этого массива элементы и создает соответствующие переменные. То есть переменную City, переменную State и переменную Event. Обратная функция Compact фактически. State. При этом данная функция работает только с ассоциативными массивами. То есть если у нас здесь будет, скажем, пятерка, у нее будет ключ 0, соответственно. Давайте явно его даже укажем. У нас переменной 0, переменной 0, конечно же, быть не может. Потому что имя переменная может начинаться только либо с символа подчеркивания, либо же с буквы. Но не с цифры. Будет ошибка. Так, это функция Extract. Следующая функция. Это функции сортировки. Вот их 4 штуки. R-Sort, A-Sort, Sort и R-Sort. В чем их разница? Я уже писать примеры не буду отсюда. Я просто поясню на... Поясню на примерах из документации. Так, давайте их найдем. R-Sort. Дальше, что там у нас? A-Sort. Есть еще K-Sort. Я не все даже функции выписал вам, которые нам могут пригодиться. Давайте посмотрим пока что эти 4. Значит, это функции сортировки массивов. И массивы при этом сортируются по значению. Не по ключам, а по значению. Значит, функция R-Sort сортирует массив в обратном порядке. По значениям. При этом ключи сохраняются. То есть, у нас был массив D-Lemon, A-Orange, B-Banana и C-Apple. После использования функции R-Sort мы сортировали массив в обратном порядке по значениям. То есть, по алфавиту, в обратном порядке. Буква O у нас в алфавитном порядке идет ниже, чем L-Lemon, чем буква L. Буква B раньше, чем L. И буква A самая первая идет. Поэтому в обратном порядке получилось вот так вот. Orange, Lemon, Banana, Apple. Ключи при этом сохранились. У Lemon было D, так и осталось. У Banana B, так и осталось. Это функция R-Sort. Функция R-Sort тоже сортирует массив, но в прямом порядке, не в обратном. Ключи при этом тоже сохраняются. То есть, здесь у нас Apple, Banana, Lemon, Orange. Ключи сохранились. А функции R-Sort и Sort сортируют тоже массив. R-Sort в обратном порядке, Sort в прямом порядке, но при этом ключи не сохраняются. То есть, массив будет переиндексирован. Ключи станут числовыми. Где-то здесь должно быть написано. В обратном порядке, от большего и меньшего. Да, функция присылает новые ключи элементам массива. То есть, удалить все существующие ключи. Поэтому, если ключи вам нужно сохранить, используйте R-Sort, либо A-Sort. Если ключи не важны, либо мы работаем с нумерованным массивом, тогда используйте R-Sort, либо Sort. Sort сортируют в прямом порядке. Опять-таки, по значениям. Если вам нужно сортировать по ключам, тогда используйте функции KR-Sort по ключам в обратном порядке, либо K-Sort по ключам в прямом порядке. Так, ну что ж. Думаю, хватит на текущий урок. Итак, мы затянули наш урок. Значит, это функции, я вам перечислил, которые используются часто, и которые вам могут пригодиться. Еще функции, которые используются не менее часто, но которые вы уже рассмотрите сами. Еще, кстати, одну функцию увидел, которую я пропустил, и которая может быть полезна. Это функция List. Тоже сюда добавлю. Значит, вот вам функции, ровно 10 штук, которые вы рассмотрите уже дома в качестве самостоятельного задания. Ну, а на этом текущий урок мы завершаем, и жду вас в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok